Как выбрать топ по типу фигуры? Всем привет, меня зовут Оксана Терехова, я фэшн-блогер, я не стилист и даже не имидж-консультант, но пытаюсь сама разобраться и научить вас в тех особенностях, которые знают стилисты и зарабатывают на этом деньги. Мне очень хочется, чтобы весь подход к моде, к стилистике имел научную основу, и это действительно так. Если мы разбираемся в основах, если мы понимаем, какое в этом есть научное обоснование, то нам легче подбирать одежду, а значит в нашем шкафу больше предметов гардероба наших любимых, потому что идут они нам идеально и украшают они нас идеально. Сегодня поговорим про то, как выбрать топ по типу фигуры. Я думаю, что ни для кого не секрет, что выбирая маечку, блузку, реглан, свитшот или что-то еще, вы, скажем так, какой-то верх, какой-либо топ, ориентируемся мы в первую очередь на цветотип, в первую очередь, потому что это портретная зона. Если вы не видели эти ролики, я приглашаю вас посмотреть. Именно в первую очередь цвет видит собеседник, видят люди, которые на вас смотрят, и именно цвет играет первую скрипку. Если по цветотипу было подобрано правильно, то вторую уже роль существенную отображает именно форма, то есть то архитектура, да, то архитектура, которая была выбрана по типу фигуры. Если вы знаете свой тип фигуры, смотрите дальше. Первый тип фигуры – это перевернутый треугольник. Это женщины с крепким верхом, да, чаще всего, которые имеют спортивные, красивые архитектурные плечи, и с узким низом. Поэтому здесь можно идеально играться с вырезами. Вырезы по типу V-образные, они делают визуально уже фигуру, визуально делают плечи уже. Это раз. Во-вторых, точно так же, кстати, работают и сумки, которые мы носим через плечо. Это немножко не в тему сегодня, не в тему к топам, но тем не менее, чтобы вы понимали, все горизонтальные линии, вот все косые линии и горизонтальные в том числе, они немножко сужают архитектуру верха и вообще архитектуру фигуры. Дальше. Хорошо бы здесь… Сейчас, секунду. Кстати, точно так же хорошо играют и широкие бретели. То есть, несмотря на то, что бретели широкие, визуально они не расширяются. Особенно, если это цвет контрастный, то чем больше контрастных таких вот горизонтальных полозок, тем визуально фигура кажется меньше. То есть, если у вас будут две широкие бретели, то фигура и широкие плечи становится визуально немножко неуже. Здесь с узкими бретелями надо будет быть очень осторожно, потому что если плечи достаточно развиты и хорошо развита вот эта вот зона верхней части рук, то узкие бретели будут казаться очень… на контрасте очень маленькими, да, еще тем самым расширяя. А широкие бретели или бретели… кстати, блузы на одно плечо, футболки на одно плечо, они смотрятся очень выигрышно, потому что визуально срезают нам, как бы срезают нам часть пространства. Если мы говорим про блузы, особенно если это офисный дресс-код, то рассмотрите блузы там, где есть какие-либо контрастные вставки, ну или хотя бы белые вставки. Например, есть блузы, а здесь вставлены так называемые манишки, да, или какие-то части графичные, скульптурные, какие-либо части геометрические, то это тоже все визуально скрадывает плечи. Поехали дальше? Следующий тип фигуры – это обычный треугольник. Это женщины и девушки, у которых узенькие плечи и расширенные бедра, да, так называемые игрушки, ну не будем называть по фруктам, все же треугольник будет более правильным. Что здесь лучше всего? Смотрите, так как топ – это верх, нам визуально нужно плечи сделать шире, да, вот эту часть, плечевой пояс сделать шире. Здесь хорошо будут работать лодочки, здесь хорошо будут работать лодочки чуть заниженные, да, когда приспущенные плечи. Здесь хорошо будут работать воланы и оборки, вот эти модные сейчас со спущенными плечами, с различными такими объемистыми воланами, красивые летящие платья. Именно на фигуре треугольник смотрится идеально, потому что худенькие, женственные, маленькие плечи кузнечика делают еще больше. И если при этом повезло иметь, допустим, после кормления грудь стала чуть больше, то не стесняйтесь выставлять ее немножко наружу тоже, чтобы яблочки грудей выглядели еще более соблазнительно. То есть подбирайте правильно белье. Будет здорово смотреться объемные рукава. Рукава в виде фонариков, рукава в виде фонариков, ну, допустим, на три четверти. Рукава, которые шиты, вот, скажем так, треугольником, да, то есть очень сильные, очень объемные. И даже если при этом еще и спущено плечо или не спущено, если даже это под горло, но с объемным рукавом, все равно будет смотреться очень здорово, очень красиво. Следующий тип, любимый мой тип фигуры, да, прямоугольник, потому что у меня такой. И здесь стилисты немножко несколько схудятся во мнениях. Ну, традиционно они советуют одежду с баской. Но одежду с баской, я хочу вам сказать, идет только брюки или юбка с высокой посадкой. И если у вас еще нет в гардеробе, и это при этом у вас фигура прямоугольник, то рекомендую вам перейти именно на такой вид посадки, на высокую посадку. Потому что у фигуры прямоугольник, я знаю по себе, к сожалению, очень занижена талия. И если вы надеваете что-то такое очень в облипку, такое, знаете, совсем в облипку, то при визуальном отсутствии груди и низко посаженной талии будет смотреться длинное туловище. Поэтому здесь можно рассмотреть баски в виде поясов. Не обязательно, чтобы эта баска была в одежде. Это может быть кожаный баск. Я сейчас, кстати, подбираю для себя такой вариант украшения, такой вариант аксессуаров. Пока еще не нашла то, чтобы это смотрелось не слишком вульгарно. Чаще всего это имеет такой сексуальный подтекст. И это сложно носить на улицу, это сложно носить куда-либо в деловую сферу. Но, тем не менее, я не теряю надежды. Лучше здесь без проигрышней будет более вариант. Акцент – это акцент в топах наверх какой-либо. Либо, как у меня, в сочетании с плечиками, с рукавом, с крылышком, какой-то яркий аксессуар, который еще дополнительный по цветотипу очень здорово отыгрывает. Либо это могут быть валаны здесь. Это могут быть банты, это могут быть какие-либо банты у горла, это могут быть близко к шее, это могут быть какие-то яркие акценты на плечах, то есть какие-либо по типу ипалетов, или по типу, ну, что-то такое, что будет либо же по цвету ткани, или по фактуре ткани будет отличаться от основной части, и тем самым оттягивая внимание от талии, да, оттягивая внимание наверх, привлекая его наверх. Это все будет очень круто смотреться. Следующий тип фигуры – это круг. К сожалению, здесь не так много вариантов, но тем не менее. Да, мы с таким типом фигуры обладают роскошной грудью чаще всего, поэтому девочке стесняться ее не нужно, и нужно ее наоборот выставлять. Старайтесь выбирать одежду, которая прикрыт рукав, потому что чаще всего объемный верх сопровождает объемную ширину рук. Там, где прикрыто плечо, но при этом открыто декольте, это всегда смотрится очень красиво. Также, как и на платьях, старайтесь выбирать топы, в которых пояс завышен, то есть завышенный пояс, пояс под грудью. Это тоже смотрится очень хорошо. Очень круто, как и в варианте с перевернутым треугольником, это одежда, которая визуально срезает, да, какие-то горизонтальные линии, горизонтальные вставки вот здесь. Часть одежды, которая заканчивается как бы как запах, но запах должен быть именно вертикальный. То, что, к примеру, одна часть, контрастные, например, контрастные вертикальные линии, то есть одна часть красного, допустим, да, а другое бледно-зеленый. Вот эти все вещи будут визуально вытягивать фигуру, и красивую круглую форму с красивыми полными плечами будет делать более изящно. И последний тип фигуры – это песочные часы. Идеальные фигуры чаще всего стилисты пишут, ну, песочным часам им идет все. Там что ни надень, и кроп-топ, так как есть талии, укороченные топы, и топы по типу бюстье, такие очень короткие. Но, к сожалению, многие забывают, что у песочных часов есть разновидность – это располневшие песочные часы. И таким уже женщинам не подойдет кроп-топ. Чаще всего здесь отрабатывают другие законы. Для располневших песочных часов выбирайте топы с акцентом на талию. То есть здесь могут быть и сборки в районе талии, здесь могут быть и банты в районе талии, здесь могут быть и какие-то акцентные вставки, как бандажные платья в районе талии. Если же вы песочные часы худенькие, то тут да, тут уж правила отрабатывают, что тут идет все без исключения. Главное – подобрать в первую очередь правильно по цветотипу, а форма – форма уже не имеет значения. На такую фигуру, как даже мешок с под картохи на день, все будет смотреться идеально. Я надеюсь, что сегодня вы для себя отметили идеальный вариант и нашли какие-то новые идеи. Если так, пожалуйста, ставьте лайк, поддержите меня в комментариях, делитесь этим видео в социальных сетях, если оно оказалось вам полезно. Пишите также в комментариях, какой у вас тип фигуры, какие из идей для вас понравилось, что для вас, что из вашего шкафа, из вашего гардероба, какой топ из вашего гардероба для вас просто идеален. К сожалению, здесь YouTube не позволяет добавлять фотографии. Я бы с удовольствием посмотрела, как это выглядит на вас. Увидимся в новых роликах. С вами была Оксана Терехова. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok